здравствуйте друзья сегодня снова разберем как рисовать кучевые облака объемное небо часто пишите что у многих не получается небо давайте еще раз разберем как говорится повторение мать учения так что давайте еще раз разберем возьму кисть двоечку смотрите у меня хвост тонированный я стер одну картину я уже как-то по моему говорил видео пока нет возможности заказать холсты поэтому те картины которые мне не нравились я переписываю я просто растворителем стер теплой коричневой краской закрасил макнул в разбавитель краски белила индиго это желтая средняя кадмий красный светлый фиолетовая голубая fc зеленая травяная здесь кстати это тоже зеленая травяная это белилки здесь тоже лежат это голубая фице и чуть фиолет в общем то нам вот эти нужны чтобы вот эти были некоторые по 15 красок выдавливать не всегда немного но этого достаточно мы подмешиваем и получается то что нам нужно можно коричневого добавить кстати или умбры женой что-то нужно коричневая добавил еще ум враженная можно сиена жена любой коричневый теплый но если нету теплого кадми красный добавляете все нужно расставить давайте сделаем это голубой фице макнул в разбавитель это у меня white spirit без запаха с этой стороны нужно отступить чуть чуть больше чем четвертую часть есть растительность выступать будет дальше пойдут горы и вот так еще одна она зайдет повыше чем вот это примерно зайдет на одну третью это 30 на 30 вот если поделить примерно на три части он здесь будет так лучше видно было вот так один склон закрою другой здесь будет растительность вот так желтая растительность кусочек речки почти по центру здесь кусочек речки будет видно также вот здесь будет выступать дерево она не в опере чтобы выступать не имею на что она вот так будет выше чем вот это она для нас петь не будет к сожалению но мы сделаем так что он запоет у нас в общем оркестре яичку перекроет одно дерево и еще одно и вот так еще дерево чуть-чуть отступлю сантиметр где-то он здесь закончится деревья вот это будет растительность которая на которую попадает свет вот этот в тени и дорожка идущая вот сюда к речке здесь мы разобрались но деревья на одном уровне примерно будут ниже речки то есть они заходят вот так ниже речки вот у нас речушка будет примерно где-то здесь и не чуть чуть ниже деревья и в эту сторону точно так по центру чуть глубже зайдет здесь снова вот так сколько отступали вот здесь нужно вот примерно столько отступить с этой стороны вот так можете сразу примерно форму облаков вот так зайдет одно облако здесь и самая верхняя точка будет по центру ну вот такой высоте примерно сантиметров пять здесь чуть-чуть выступает облачко и сходится с вот этим нам нужно хотя бы примерно есть вот так еще одно чуть-чуть идет здесь еще такое облачко не знаю буду рисовать или нет его может не буду рисовать вот так мы вырисовываем облака можете вот так поделиться вот этого . здесь выступ 1 поярче будет темные вот это все мы расставлять не и вверх дальше центра вот так закроет еще облака вот это будет открытое небо контурный рисунок готов давайте нанесем первый слой начнем наверное давайте начнем с неба небо примерно такой же оттенок будет вот этих скал которые сзади давайте его в стороночке сделаем беру индиго белилки давайте голубую фц сюда добавим больше белилок фиолетовую голубую фц возьму все вместе нужно потемнее больше возьму темного индиго посмотрим больше можно голубой фц фиолетового индиго чуть-чуть потемнее сделаем для большей такой контрастности чтоб облака у нас вообще смотрелись ярко-ярко примерно вот таким цветом темным вот этой стороне можно вот так прям брать больше фиолетового кинуть на точке не заходим обходим их хорошо закрашиваемся вот здесь можно слегка светлее сделать чуть-чуть на работаю овальной кисти можно любую ровную такую кисть покрупнее берем давайте сразу кинем отсюда побольше индиго с фиолетовым вот этих на заднем плане вырисовываем их их можно капельку на капельку капельку зеленого фиолетового зеленого ты такие темные вот этот на этот заходит здесь еще на растительностью все доработаем здесь не видно дерево дерево там снова видно вот здесь нужно больше с фиолетовым кинуть вот так сейчас пятнышками расставимся небо можно хорошо вытереть кисть вот наш замес делаем его светлее и закрасим выйдем деревьями лучше закрасить полностью можно обойти деревья нужно потемнее так хорошо закрасим темноватое такое видите она с фиолетовым вот здесь темно можно прям потемнее взять и он такие небольшие облачка на это можно другой кисть можно это и так воздушные такие сразу их слегка вот так разгладить здесь потемнее будет теперь хорошо вытереть кисть можно было от светлого этим я уже пошел от темного берем белилки хорошо разбавим у меня не такие густые белила белилки капельку фиолетового сюда красного и это слишком светлые давайте вот этот светлый оставим возьмем вот здесь замешаем фиолетового добавлю голубой пц вот такой теплый но темноватый закрасить где темнее можно сразу чуть-чуть потемнее делать чтобы нам потом не заблудиться в этом всем и тебе просто вот этот замет взял и добавляю вот так закрашиваем эта сторона будет светлее но мы пока сделаем так вот это закрашиваем если вот таким посветлее закрашиваем . быстренько можете где темное повторюсь отделить сразу темным захожу на небо наше иди небо такое дом сейчас посмотрим на его может светлее сделаем сейчас пятнышками все расставим видите я все не я не разглаживаю я вот так понаставлял понаставлял от овальной кисти не зря она овальная от нее остаются такие сразу воздушные похожие на облачка мазочки не просто вот так все это мягенько раз растушевываю видите такая как дымка получается подмешиваясь вот этим темным и сходимся над оттеночками мы еще поработаем вот так просто закрасить ничего не разглаживают пусть мазочки остаются как говорится будет за что глаза ухватиться может мы даже чуть по-другому облачка сделаю видеть его так разгладил и уже у нас такое разноплановое небо воздушная вверх закрасить чуть-чуть светлее прорабатываем чуть-чуть сюда вот так подмешать с вот этим темным и вот так все мягенько растушевываем туманность будет такая интересная по центру побольше белилок и вот так от угла тоже чуть-чуть добавить облачков вот так нежно-нежно растушевываем она сюда зайдет вот такую мелочушку можно покидать но мы скорее всего не будем дорабатывать поэтому пока вот так просто вот так накидали и сейчас полностью закрасим холст и потом будем смотреть что нам доработать можно взять другую кисть можно этой уже доработать я пока буду одной кистью работать берем желтый зеленый побольше желтого чуть-чуть коричневого можно взять такая будет интересная зелень и вот здесь где без деталек вот так сразу потемнее можно примерно средний тон я сразу точно не стараюсь прям подобрать просто накидываю зеленый там будет намного посветлее можете чуть-чуть вот так посветлее кинуть с белилками даже вот так постепенно сходимся с вот этим темным вот так здесь тоже но здесь больше желтый с белым вот так здесь видно и тоже мягенько сходимся с нашим темным даже вытереть кисть и так мягенько сойтись вот так больше желтого кинуть прям желтого добавлю вот так и вот это раз начали желтая давайте желтый мы продолжим берем желтый коричневый вот такой цвет можно капельку зеленого побольше с коричневым вот так подходим под деревья это который у нас на свету можно потом побольше желтого и вот так прям побить капельку даже с белилками вот так пройти простучать но видите от самой кисти остается как много-много таких как будто бы много-много травинок здесь таким же образом сразу потемнее кидаем на дорожку пока не смотрим закрашиваемся сделаем точно так как там делать как вот эту часть теперь в тени побольше индиго зеленый травяной он такой зеленую темную зеленую накидать и вот так не прямо ровная полосочкой как бы теневая здесь ровная полосочка идет я имею ввиду слегка лучше зайти вот так травинками наверх и тоже потом чуть-чуть вот так светлого кинуть давайте сначала темного кинем тропиночку можно коричневая с желтым где в тени чуть-чуть с белилками и с синим так где она в тени будет а когда выходит на свет больше желтого с красным чуть-чуть тоже с белилками но такая она поярче вот такая здесь потемнее вот я такой же сюда тоже подмешал и вот здесь травка темная вот так закрашу это все и вот эти деревья точно так можно фиолетовый фиолетовый с зеленым сразу вот так потемнее закрашу деревья показать их форму вот так пятнышками все закрасить вот так и это точно так сейчас полностью закрашу хорошо вытруки с двоечку возьму возьму белила голубую фице речушка вот так белила с голубой фице такая она поярче и местами а так просто потемнее перебить по центру вот так и низ можно темнее вверх светлее оставить как то вот так закрашу все вот это и продолжим сделаю небо все-таки чуть-чуть светлее возьму голубую фице фиолетовую и вот так посветлее добавлю к вот этому темному снова таки аккуратненько возле облачков можете чуть-чуть заходить на них но аккуратненько быстренько чуть-чуть подкорректирую тон неба вот такой светло-фиолетовый добавлю фиолетовый синим но больше в фиолетовую сторону чуть-чуть посветлее заодно если нужно корректируем форму самих облачков можете даже дать подсохнуть пусть так будет проще вот так быстро подкорректирую вот так небольшую теплоту дам заодно облачка я на них легонечко захожу они становятся более мягче вот этой стороне чуть-чуть светлее здесь у нас ближе к солнышку больше света кину мягко сойдусь вот этим потемнее вот так капельку светлее можно эту же кисть хорошо вытереть возьмем белила вот это теплое что мы делали кадмикрасный светло-синеватое давайте давайте сразу кинем потемнее возьму фиолетовую вот так понаходить темные участки до показать их вот эта сторона чуть-чуть темнее свет у нас слева падает поэтому вот эту сторону делаем чуть-чуть темнее фиолетовый дает теплоту можно фиолетовая капельку с красным больше фиолетового ну капельку капельку красного вот такой цвет вот здесь нужно побольше фиолетового выделить вот это темное облачко слишком фиолетовая взял больше синим возьму чуть-чуть добавлю синего слишком ярко-красноватое получилось такое потемнее понаходить вот такие темные внутри вот этих всех облаков вот такого темного понаходить здесь чуть-чуть подобавлять вот так я делаю с просветами оставляю то что светлее у нас было и вот так добавил вот такое темное облачко вытру хорошо вытереть кисть взять кадми красный белилки все равно там осталась та краска вот здесь вот такой теплоты докидать светло-красноватый такой вот такой светло-розовый и потемнее вот это облачко сделать вот здесь снова чуть-чуть темного такого темно-фиолетового вот так отделить вот это отделиться то есть понаходить поотделять вот здесь темное можно кистью поменьше делать но можно этой такое светло-синеватое вот так понаходить даже если все не будем показывать ну хотя бы примерно вот так поделить их здесь больше фиолетового чуть-чуть добавлю вот так есть темное ну так теплоты докидаю мягенько сойдусь вот сюда докидаю фиолетового на темное наше тоже вот так мягенько все вот так сюда пусть вот такая темная будет она там не такая большая но у нас пусть будет побольше . хорошо вытру кисть белила фиолетовый вот здесь такое можно даже чуть красного сюда подмешать теплая но она темная добавить вот такого облачка тоже сделать таким или сейчас светлым вокруг обойдем здесь посветлее можно чуть-чуть вот такую мелочушку и вот так ее растушевать все вот так легонечко разгладить теперь кистью двоечкой будем находить самый светлый участок ее нужно помыть можете оставить пусть подсохнет будет проще берем белилки сразу можно вот такой добавлю чуть белилок у меня вот еще белилки есть вот так понад краю больше с белилками такой яркость зайти вовнутрь сюда чуть-чуть красным капельку желтого можно чтобы чуть-чуть теплота была и вот так выходим чуть на синее заходим сюда в облака разрезаем их можно этой кистью сразу вот так чуть-чуть разгладиться и вот так на низ тоже вот это чуть-чуть заходим растянутые вот такие показать тучки вот так кручу там кисть и она сама создает вот такие облачка пушистые как бы их ветром будто бы их ветром разорвало вот так над краем посветлее делаем показать свечение если дадите чтобы подсохло вот этот цвет неба он уже не будет мешать нам я сразу проставлю максимально доработаем на втором сеансе просто малейшее подкорректировать можно а так оно уже будет готово вот так сделали это сюда добавляем светлого по центру посветлее делаем и края вот так тоже вытягиваем сюда ее полностью не закрашиваем вот так аккуратненько ведь я вымазал краску все там где поярче и теперь вот так вот легонечко все растягиваем вот такая у нас пушистость облаков появляется это таким же образом его можно капельку светлее сделать капельку потеплее больше кадмия красного тоже вот так таким же образом все сделать полупустой кистью видите сюда выхожу остаются полупрозрачные облака их почти не видно всю краску вымазываю там где мне нужно поярче и потом вот так просто добавляю мелочушки где хочется здесь можно тоже таких полупрозрачных докидать подоживить небо чтобы оно пустое не было даже сюда чуть-чуть докидаем видите я вымазал краску вот так кисть прокрутил и все это разгладил просто вот так ее туда-сюда развожу эту краску она подмешивается с нашим небом если дадите высохнуть просто много краски на холст не накидывайте вот так добавили таких пушистиков хорошо вытереть кисть здесь принцип будет такой же берем белилок побольше карми красный чуть-чуть самые яркие больше белилок будут вот здесь над краем сразу сразу можно вот такой с желтым красным желтым можете оранжевый добавить вот такой он должен как персиковый светло-персиковый вот здесь есть такая яркость теперь где мы проставляли темные теперь над темными вот здесь проставляем вот такое светлое вот так попроставляем есть добавить вот это выделить вот такие не нужно их стараться ровными вот такие вот все барашки вырисовывайте вот так где потемнее можно рядышком сделать замес потемнее больше фиолетового добавить и красного вот так оно будет и теплое и светлее но не намного чуть-чуть светлее в основном это вот здесь чуть-чуть такого в основном сразу старайтесь лучше светлое расставить когда расставим все светлое нам намного проще будет находить темные наши облачка здесь светлое есть в общем-то вот так сейчас расставим можно по-своему вырисовать облако такие нам больше нравятся облачка такие вырисовываем сразу старайтесь держаться ближе к референсу и вот с самого верха побольше белилок и тоже все вот такими вот барашечками вот так то есть вы понимаете что я имею ввиду под словом барашечки вот такие вот неровности вот так повыводим потом нам светло красноватый можно брать и вот так вот чуть-чуть это растушевываем внизу вверх пусть остается самый яркий низ вот так чуть-чуть потеплее и растушевать вот это вот вот верхнюю часть что мы ставили только что полностью все не закрашиваю здесь можно чуть-чуть светлее вот так оставил просвет темного сюда кинул чуть светлее здесь потемнее оставил чуть-чуть растушевал это все и оставил то есть полностью все не закрашивать видите получается как объем тут светлее там светлее полутон вот это выделили допустим светлым вот здесь светлая вот так все не закрашиваем она у нас вся еще подмешивается если не подмешивается просто растушевывайте все не спешите много краски не накладывайте вот так постепенно видите как несколько более объемно получается вот это сейчас я вот так выделю все здесь все это больше просто теплого кину белилки кадми красный кадми красный с кадмием желтым потеплее вот такие растушую подойду к самому светлому полностью перекрашивать не нужно оставляйте просветы нужно добавляем еще яркости между облачками оставляйте потемнее чтобы не сливались ваши переходы от светлого к темному и вот так нужно подобавлять вот видите все не закрашиваю там вот много оттенков тот тот оттенок главное все чтобы полностью не перекрасить не так что мы сделали темное а потом взяли все это выберем вот так добавили отступили чуть-чуть растушевали здесь добавили вот вот этот и вот этот я между ними вот такое потемнее оставлю configurations и между вот этими и вот этими потемнее оставлю вот здесь светлые а вот здесь между ними темное оставлю видите остается как объем вот это отделяется от вот этого и это отделяется от вот этих сейчас полностью пройду вот так по верху посветлее особенно вот здесь нужно хорошо вытереть кисть нужно прям хорошо вытереть все равно у меня остается синий лучше помыть даже кисть сейчас возьму другую кисть просто чтобы показать я буду делать это же просто и помою сейчас возьму кисть единичку возьмем белилки капельку желтого капельку красного больше такой в желтую сторону такой яркий насыщенный если с первого раза у нас не получится вывести вот эту яркость на втором сеансе обязательно нужно будет добавить вот такой насыщенности вот такой теплота солнца падает на вот эти облачка и добавляет вот такую яркость и у самого верха снова поярче просто больше белилок самый верх аккуратненько вот так вырисовываем если растушуете его слишком он потеряет яркость на втором сеансе добавить и это ничего страшного я сейчас полностью пройду вот так облака и потом пойдем дальше а а и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот такая кисть, она была белочка, здесь чуть-чуть у края осталось краски, она засохла. Теперь у нее такая интересная форма, она, во-первых, пожестче стала. Можете даже так и сделать, вот здесь оставить чуть-чуть краски, пусть она засохнет. Вверх вымойте, а внутри чуть-чуть оставьте. Вот она, покуда гнется, половинка. Она такая стала, жесткая. Возьму кадмий желтый, капельку зеленой ФЦ. Можно сразу средний тон, вот здесь, потемнее. Вот, будут два вот таких. То есть сразу средний тон, вот так. Он светлее, чем все, что у нас здесь есть. Но не самый светлый, который мы кинем. Где мы темным выделяли, вот так просто проставляю. Условная листва. Каждый листик там, естественно, мы вырисовать не будем. Нам это ни к чему. Тем более, картина небольшая. Расставляем вот такой полутон. Сюда темного нужно на это дерево накидать. Мало темного получилось. Сейчас туда докидаем. Такое, как кидали темное. Вот так, даже если где-то слишком много темного, допустим, кинули. Просто кидаем побольше светлого. Перебиваем это все. Туда понакидываем. Это будет точно так. Я сейчас одну сторону сделаю и подускорю чуть. Потом светлее берем. И вот так. Над тем, который мы ставили в средний тон, чтобы остался и темный. Нужно будет светлого. Мы светлого лучше еще на следующем сеансе докидаем. Вот такой средний, нейтральный, не слишком ярко. Все у нас выделилось дерево. Похоже, что там есть листва. Нам это и нужно. Находим, где у нас здесь. Вот здесь есть светлое дерево. Сейчас нужно еще желтого добавить. Здесь чуть-чуть докидать. Здесь. Вот так. Можно даже еще больше желтого взять и еще ярче сделать. Сейчас добавлю желтого. Можно кинуть темное. Что я говорил, вот здесь чуть-чуть. Это дерево выделить. Здесь мало темного было. Вот так даже. Видите, я накидал светлое, а теперь добавляю темное. Ничего страшного. Можно и так делать. Допустим, на втором сеансе что-то не увидели. Хочется больше темноты где-то вот здесь. Допустим, вот дерево темное. Все можно дорабатывать. Увидели, что нужно потемнее? Добавьте. Нам ведь никто не запрещает это делать. Хорошо вытереть кисть. Взять побольше желтого. Чуть-чуть ярче. Можно даже капельку-капельку белилок. Вот этот замес, который делали. Слишком много. Слишком яркое не нужно. Чуть-чуть ярче, чем было. И самые яркие. Вот так вообще аккуратненько-аккуратненько на самый верх стараемся ставить. Где у нас есть вот такие вот поставили. Мы видите, я как бы нашел массив. И вот так его проставляю. Чуть-чуть полукругом. Здесь. И все вот таким образом делал. И средний тон, и вот этот поярче. Вот так чуть-чуть ярче докидали. Можно сюда кинуть его. Что не нравится, корректируем. Эту сторону таким же образом. И белилки с желтым, кстати. Вот эта область. Которая идет до речки. Она вот такая поярче. За вот этой тенью, что мы ставили. Вот такая вот яркая. Подмешиваем с вот этим синим. На нее больше попадает цвета. Она открытая полностью. Вот здесь у самого края есть тоже деревья. Можно их дорисовать. Их делаем темно-зеленые. Зеленый с коричневым. С фиолетовым, допустим. Вот здесь такие деревца. Вот так. Можно здесь чуть-чуть темным вот так разрезать. Показать, что там тоже какая-то дорожка идет, допустим, или что-то. Вот так. Здесь нам нужно теперь красный. Сюда добавить красного. И вот таким светло-красноватого чуть-чуть вот так добавить сюда. И сюда тоже. А вот здесь нужно даже потемнее добавить. Такую же кисть возьму больше зеленого с коричневым. Вот так местами добавить темного. Слишком светлое у меня просто получилось. Я добавлю потемнее. Можно веерной кистью делать. Мне тоже будет очень удобно. Показать, что там какая-то растет травка. А можно вот именно вот это сделать чуть-чуть ярче. Те же оттенки, но чуть-чуть ярче. Я сейчас полностью допробегу. Вот это все сделаю. Сейчас подускорю. Это делаю. Я все объяснял. Все будет точно так. Просто это одинаково, как вот это. Это область точно, как вот это. Сейчас подускорю все. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Что нам нужно доделать? Там, где какая-нибудь нормальная кисть? Нам нужно добавить яркость. Это оранжевая, это желтая, светлая. Белилки. Это я работал над другой картиной. Она вот вышла перед вот этой. Там мы вокруг точек обводили вот такое. Там мы на закате рисовали. Ну, в общем-то, вот оранжевая. С белилками. Нужно вот такого добавить. Больше белилок. Кистью-единичкой. Возьмем побольше белилок. Вот такой теплый, с кадмим красным. Оранжевый. Кадмик красный. Белилки. Вот так нужно. Самый верх побольше белилок. В общем, ну, самый верх, естественно, побольше белилок. Вот здесь нужно вот таким выделить. Я не слишком жирные мазочки буду ложить. Я просто чуть хочу вот тогда изменить тон. Чуть-чуть ниже зайти. Ниже можно заходить чуть-чуть. Больше в сторону красного брать и заходить вниз. И можно вот так разгладить. Можете сухой кистью, можно пальчиком вот так. Вот такая яркость. Здесь просто свет падает. И оно здесь больше теплого. Вот здесь чуть теплого. Сюда чуть теплого нужно добавить. Вот так. Просто добавить яркость, теплоты вот такой. Ближе к низу, больше в сторону красного. У нас там как бы чуть светло-фи... Можно чуть-чуть фиолетового добавить. Больше красноватый. Сейчас проверим. Тоже вот так нужно малость-малость. Можно больше фиолетового выделить. Вот здесь потемнее. Вот так. Когда растушевываю, остается. Почти не видно, но вот такое остается. Можете сухой кистью это делать. Просто пальцем быстрее. Всегда под рукой, как говорится. Чуть-чуть синевый возьму, добавлю. Голубой фицет чуть добавил. Слишком. Растушую все это. Сейчас изменим тон. Да, я дал полностью высохнуть. Поэтому я так свободно все это делаю. Я дал полностью высохнуть. И теперь дорабатываю. Здесь больше с краснотой. Красновато-фиолетовый. Вот тут чуть-чуть. Сейчас просто светлее будем на этот оттенок добавлять. А вверх нужно несколько кистей. А вверх вот такой светло-оранжевый. Вот сюда кинуть. Даже больше оранжевато-красный. Вот так растираю все. И получается больше теплоты. Нужно побольше белилок. Особенно вот где разделяются вот эти облачка. Наверное, слишком яркая. Мы сейчас будем все это подмешивать. Фиолетовая голубая фицет. Скорным красным. В общем, как и делали. Нужно кистью поаккуратнее. Чуть-чуть больше белилок. Подделять вот такого. Чуть-чуть потемнее добавить. Вот такого посветлее. Докорректировать. В основном нужно вот фиолетовую взять. Фиолетовая. Капельку красного. Капельку. И белилками все это контролируем. В основном вот такое тепловато-фиолетовое нужно подобавлять. Здесь я просто добавил. Ну и к вот этому с желтым можно вот таким теплым подойти. Здесь, здесь его добавить. Здесь слишком темное получилось. Вот так разбить. И потом самым светлым. И еще добавить. Самого светлого. Чтобы у нас теплота в облачках была. Такой красивый нежный цвет. Хорошо растушевываем. Где вот так нужно, чтобы прям мягко-мягко смотрелось. Нужно больше фиолетового синим. Чуть-чуть. То есть я буду либо чуть светлого добавлять, либо вот так чуть-чуть потемнее. Докорректирую. С голубой ФЦ потемнее добавляем. Можно довырисовывать темные облачка. Или зайти вот таким на светлое. Вот так. До разбития его. Больше объема будет у облаков. Вот такая вот теплота нужна. Здесь тоже нужно вот такой фиолетовый добавить. Пусть и вот эта теплота чуть останется. Ну вот такой у вас. То есть вот так чуть подкорректирую. Я сейчас все это. Вот здесь есть теплоты. Подобавляю. Сейчас буду всматриваться все это аккуратненько. Где нужно чуть потемнее, чуть посветлее. Но в основном хочу вот так теплее облаков докидать. Просто изменить их тон. Какой красивый сделать. Вот сюда тоже можно вот такого посветлее добавить. И нужно... Оранжеватый с белилами. Оранжевый с красным, с белилками. Слишком больше белилок. Вот такой теплоты чуть-чуть кинуть. Это ближе вовнутрь. То есть не по самому краю. По самому краю больше белилок сейчас кинем. Сюда можно чуть-чуть теплым выйти. Что не нравится растушевываем. И потом берем побольше белилок. Отдельно можно замес сделать. Прям побольше, побольше. И вот так добавить яркости. Почему на сухую? У нас в тот раз подмешивалось небо. Оно нам мешало вот такую яркость делать. Разбавляем. Более такую плотненькую. Ложим в хороший мазочек. И сам краешек вот так уже полупустой кистью чуть-чуть растягиваем. Добавляем вот таких вот как бы разорванные облака ветром. Просто вот так быстро ввожу. Кисть сама это все делает. И другой кистью можно доразгладить. Можете пальцем чуть-чуть убрать или растянуть. Аккуратненько вот так. Вот такая как туманка получится. Как дым вроде бы. И ярко будет, и вот такая дымка будет. Ну и естественно вот здесь по самому краю. А теперь нам ничего не мешает, ничего не мажется. Слегка с теплотой можете чуть-чуть с желтым, чуть-чуть с красным. Вот так прям ярко нужно. К этой стороне вот здесь больше желтого. Вот здесь больше с желтым. То есть чуть-чуть с желтым. Яркими-яркими белилами. Ну капельку желтого. Вот так, чтобы оно засветилось. И к низу вот такой вот мы желтый ставили. То есть меньше белилок, больше вот такой теплоты. И вот так довырисовать нужно. Вот так подобавлять вот таких мелких переходов в облачко. Такие это ведь кучевые, у них много вот таких вот. Это нужно, это все долго. Нужно съесть и хорошо это все вырисовать. То есть вот светло, вот таким вот персиковым. Вот эту сторону тоже можно все, можно вот так с теплотой пройти. А можно вот эту сторону сделать слегка с синим. Светлый, но чуть-чуть с фиолетовым, допустим. Вот такой как делали. В основном все буду вот таким светлым делать. Чуть-чуть тут добавлю. Ну смотрите, здесь больше вот такой, как здесь кидали. Но может чуть светлее. Светло-синеватый вот здесь. То есть примерно чуть-чуть светлее, чем вот мы делали. Я принцип показал. Кто не видел видео, вот здесь ссылочка на другое похожее видео. Там точно примерно такие же облака пишут. Посмотрите еще и то видео. Я сейчас подускорю. Смотрите, что я подмешиваю. Ну вот краски я все объяснил. Быстро это делаю сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нанес краску и сухой овальной кистью все вот так вот растушевал. Затер все растер, чтобы мягкий переход из тона в тон был. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!